Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Слушайте, вышли под вечер. Опять мы сегодня отдыхали у бассейна. Классный такой бассейн. Слушайте, с ними раз это большой, глубокий. Можно вот прям плавать, знаете. Для меня привет олимпийский. Я пока про черепашу. В общем, вышли вечером. Хотим сейчас съездить. Здесь есть несколько больших магазинов, сетей таких. Вы знаете, как будем сравнивать с Турцией. Мы же из Турции. Есть Мигрос, допустим. Мигрос 5М большой. Вот мы сейчас едем в Лотос. Здесь есть Лотос, есть Биг Си и есть Макро. Но Макро, он такой, знаете, магазин. Оптовый немножко. Ну, немножко оптовый, да. Там, допустим, если вы берете курицу, он там 3 килограмма в мешке. Ну, в общем, все такое более оптовое. Поэтому мы пойдем в обыкновенный магазин Лотос. Точно такой же, как Мигрос 5М. Он большой торговый центр, там большой фудкорт, там мы и покушаем. И просто хотим посмотреть и заодно показать вам цены, друзья. Цены на те продукты, которые продаются у нас в Турции. И сравним. Сравнивать очень хорошо. В чем заключается хорошесть? В том, что что бат, что лира одинаковый курс к евро, доллару, к рублю, в общем-то, одинаково. Там уже вы сами посмотрите, кому на что делить. Это просто. Это просто, да. В общем, я буду говорить, и пока цены в батах. А вы как у себя там примеряете на себя? То же самое это в лирах. Если люди из Турции будут смотреть, они могут сразу это лиры. Даже переводить не надо. Так что идем сейчас, сядем на Тук-Тук и поедем. Все эти большие магазины находятся на большой этой дороге. Сухкумвит, которая идет в Бангкок. Вот эти большие магазины там. Но мы дойдем на улицу Тепрая, сядем на Тук-Тук и поедем. Я думаю, как он ориентируется. Ворота. Я так понять не могу. Врата. Вышли на дорогу и пойдемте немножко вправо. Все, короче, буду включаться, все вам покажу. Друзья, тайские автобусы. Смотрите, какие они мощные, огромные. Это туристические. Удивляет. Нигде, Данил, туристические автобусы. Они настолько огромные, высокие. Хотя фирма Scania, может быть, или Man. Это, видно, под заказ только для Таиланда делают. У нас под мосты такие не пройдут. Ну, мы идем вот улица Тепрая поворачивать направо. И мы сейчас поймаем там Сонг-Тео и поедем. Здесь какие-то булочки продают. Здесь девочки массаж делают. А здесь у нас разные булки. Смотрите, круассаны. И 50 хлебища. 50 лир считать. Черный хлеб 85. Черный хлеб. 95. Вот что мы с собой в Турцию возьмем. Черного хлеба. Это мы просто, друзья, не миганим. Просто мимо идем. Здесь булочки. Вообще, круассан с шоколадом 30 бат. 30 лир. И такие круассаны. Бутер. Масляные. Сильно масляные. До 20. Но не 100. Это ты уже 5 штук купишь. Правильно? Как у нас в Турции? Едем мы на Санкт-Тео, друзья. Улица довольно длинная. Ехать прилично. Закат красивый. Там облака такие красиво подсвечены солнцем. Движение такое приличное. Вышли мы, друзья, в Санкт-Тео. Здесь у нас KFC. Здесь вот эти большие магазины. Аутлет, Молы. Всякие разные фирмы. Левис, Найк, Адидас. А вот впереди... Вон, видите, впереди лотос написан на зеленом фоне. Вот это большой магазин. Мы идем туда. А тут хичков. Укладываются птички. Слышите, как птицы. Деревья спать. А здесь какое-то мероприятие, наверное, да? Было, да. Или будет. Дело, может, в выходные. Ну, здесь Аутлет, Мол, Паттайя. Большой очень. Но нам сейчас интересен лотос. Мы же обещали вам цены на продукты. Пойдемте посмотрим. Самим интересно. Вот, друзья, реклама магазина. Огромная стоянка. Посмотрите, сколько мотоциклы, машины. Магазин, вот говорю, такой, как вот Мигрос 5М в Турции. И вот он, лотос. Пойдемте. Оттуда, наверное. Да. Стоянка большая. Пойдемте. Здесь какие-то ларечки продают. Правила всегда сувениры. Тут у них ногти. Ногти делают, да. Прямо, девчонки. Можно пройти, да. Посмотреть. Сережка сегодня сходил после бассейна. Педикюр сделал. Там у нас 250. Очень удобно, кстати. Живем в доме. Да, шел по первому этажу. Мы говорили, там все разные салоны. Вот здесь ногти делают. Шел мимо и сделал педикюр. Зашел. 250 баксов. Его очень хорошо сделали. И сами когти. Коктейли вот можно разным. На бодяжах. Вон сколько выбор. Джинса пошла. Одесса какую-то купить джинсовую. Майки мои любимые. Не только джинсовую. Ну все. А мы давайте, друзья, заходим в этот магазин. Обмен валютой. Видите, даже по-русски написано. Обмен денег. Вот здесь посмотрите. Видите, доллары еще зависят от 50 до 32. Самый большой курс. Но там в городе получше. Русские рубли даже есть. 0,300. Евро 35.50. Каждый посмотрите. Вот, кстати, запомните курс своей валюты. И мы сейчас пойдем. Вот он, огромный светлый магазин, друзья. Тут чего только нет. Всякое-всящее. Мы тут и телефоны, видите, на входе. Просто невероятно огромный. Классно нашел. Наш спортсмен протер свои в Анталии, в Аланье штанишки, велосипедки. Они внутри. А, ну да. Вот с такой вот. Внутри прям сделано под. С памперсом толстым. Да. Циклизм, он написан. Друзья, и всего 650 бат. Минус 50%. Не знаю, это минус отсюда или тоже с минусом. Ну, в карантии так уже. Короче, надо посмотреть, да. Шикарно. Как раз не надо было. И что-то сбоку карманчик даже, да? Да, сбоку карман удобно. А, мобилки, да, наушники. Ну, так что. Надо мерить. Ну, да, потом пройдемся, потом померяем. В магазине, друзья, что только нету. И аппаратура, техника, велосипеды, все. Ну, короче, большой-большой магазин с огромным выбором. Холодильники, да, большие такие причем. Первый раз вижу, такие огромные. Ну, все, да. Да, на поле зашел и полдня провел. Сейчас. Главное, список составить, что купить. Я же, как не забыть. Все. Четыре. Ой, что вы со мной делаете? Посмотрите, с меня ростом. Это си-фуд, мои любимые. Креветочные. Да, креветочные. Милана, нам с тобой как бы было весело обняться, сидеть, смотреть какой-нибудь хороший фильм. С ума сойти. А тут еще есть зеленые, что-то другое. Тут много чего. Ой, прямо в форме динозавриков, да. Ну, эти приоритеты отдаю. Видам вообще. Мы бы так сели. Одну это открыли, одной рукой это, другой это. И можно до утра сериалы смотреть. Я в раю. Размечталась, Ира. Слушайте, магазин невероятных размеров. Мы так быстрым темпом дошли вот сейчас до продукта. Здесь, значит, продают цены, друзья. Смотри, вот их цены вообще. Цены в батах. Ну, то же самое лиры. Ой, это же с водорослями. Слушай, ну это в чемодан ничего, что приходит. Меня кто-то будет так засыпать их просто. Надо домой сюда взять. Слушайте, да, 169 батов, то есть 169 лир. Друзья, что радует, это соусы. Соусов неимоверное количество всяких разных. И цены такие. Смотрите, цены просто фантастические. Да, здесь море соусов. Даже не знаешь, какие из них какие. Их просто море. Добавлять в еду просто, вот видите, это все... Есть любимые проверенные. Это все-все соусы разные. Ну, есть любимые. Вот любимые. Да. Вот эти тоже любимые, да. Соусов вообще просто неимоверное количество. Я тоже с вами встретилась в Турции. Не смогли с вами увидеться. Президентали в прошлом году. Тоже проскочили мимо нас. И тебя встретили везде, в Таилане. А вы откуда, ребят? Мы сами из Уфы. Из Уфы, очень приятно. Я уж не думала, что кого-то, особенно в Лотосе, так далеко. Мы сегодня только, кстати, вас... Здесь у нас YouTube хорошо работает. У нас в России вообще плохо. А, да? Да, только через VPN. И через... Подключать надо, в общем. YouTube у нас перестал тут работать, наверное, с начала сентября или с конца августа. И поэтому очень тяжело. Ну да, многие есть. В Таиланде только так, в общем, нормально питаются. Ну, мы тоже на улице. Посмотрели, как вы собираетесь. Мне муж говорит, Амидов, то, что уезжает, все. Ну, посмотрели, как вы. И в Дубае проземлились потом. Да. Здесь, чтобы садиться, начали догадываться. Они все-таки в Таиланде. Да. Да, все изобладали. Все пересмотрели, все ваши характеристики роли. Ой, так приятно. Как вас зовут, ребята? Нагима. Нагима. Ирина. Нагима, очень приятно. Сергей. Очень здорово. Так неожиданно. Мы приехали посмотреть, потому что соскучились по свининке, по всему такому. Уже набросились на готовые изделия. И сравнить немножко цены хотели. Турция подорожала сильно, поэтому здесь хотели показать. Всех интересует, да. Но здесь сейчас же что бат, что лира практически одинаково. Один к трем уже, да, мы так продолжаем. Да, но в этом году в курсе не захотели, прилетели. Очень дорого там все, слушайте, да. Мало народу было. Сезон провалился, мне говорят. Да. А вы что, не помните проекцию? Ну, у нас еще пока что есть ВНЖ. До июля. А там, если не дадут, то да. И продлили. Вот это как раз на два года оно еще. Вот два года закончится в июле. И тогда будем что-то думать, куда бежать. Заранее, ну что, мы, конечно, пути отхода, да. У меня мечта была вообще переехать в курсе. Думаю, господи, на пенсию уже можно отписать. Хотя мы пока работаем. Вот на пенсии, да, но мы едем и сами. А потом резко разберем. А потом резко, все на 360 градусов. Да, все так повернулось. Все, что ли вы уже вообще началось. Сурция, конечно, очень быстро переобулась. Как-то за три года. Это очень быстрый срок. Ну, видишь, это политики, да, бизнесмены страдают. Турецкие же бизнесмены страдают. А политикам это все равно. Они делают свое дело. Зарплату они все равно получат. Их не волнует. А люди, которые купили квартиры, которые вот у нас из Уфы очень много, из Казани. Да, у нас много подписчиков. Да, у нас наших наших наших, которых мы тоже смотрим, да, периодически. Я всегда думала, что продукты такие натуральные вот в Курции. Ну да, рынок там хороший. Ну, ваш брат, индексы, декомистов, молодец. Молодец, молодым дорогу. Они, по-моему, молодцы, конечно, молодцы. Не боятся. Мы им гордимся вообще. Мы сейчас вот прилетим 13-го, 19-го. Мы пойдем с ним, с его женой и с сыном по Ликийской тропе неделю. Там, в Турции. Кстати, у меня муж ваш смотрит, вы же с зятем, по-моему. Да, в горы ходили два раза. Непаль. Непаль, не пахли. Тяжело, да? Ой, классно. Ну, не тяжело. Последний был, да, тяжело. Это через Гокио к этому лагерю Эвереста. Есть напрямую, там, такой обычный маршрут просто. А мы через вот эти шли озера, там тяжело. Вокруг она пурный, неплохо, очень не тяжело и красиво. То есть ты идешь, рот раскрыт, все снимаешь. Интересно. Все-таки хочу взять ваше разрешение на фотографии. Да, конечно, конечно. С радостью. Все, ребята, спасибо вам большое, что смотрите. Очень приятно было встретить вас. Вообще классно. Спасибо, что подошли. Все, всего хорошего, ребята. Вот, друзья, мясные ряды, да, у нас. Что у нас здесь? Печенка. Это кишочки какие-то, почки. Да, какие-то почки, что мы узнаем. Печеночка, кожица. Вот курица. Здесь уже съели свининку. Да, 85, 97. Ляжки 97. Это на бульон. 24, да. Крылышки половинки 87. Такие вот крылышки 159, 158. И грудка, смотрите, 79. Была 94. Вы сами берете пакеты, сами себе накладываете. Это свинина, да. Да, посмотрите, какие хорошие уже тонкие кусочки. Да, 190 баксов, 90 лир. Прямо на сковородку. 139. Здесь вот она в соусе замаринованная. Да, разные маринады. Разные соусы. Это фарш. Куриный, 199. Говядина. Говядина 299. Уже порезанная такая, без строганов, да? Да, вообще идеально. Ну, это свинина 169, а это вот 299. Тоже свинина, наверное, ссори. Это свинина, да. То есть все нарисовано. Здесь у нас что-то, еще что-то куриное. Разные. А нет, наверное, это утиная ББ какой-то. Это, наверное, утка. Это на барбекю грудка утиная. Идеально. Вот крылья целиком, 107. Вообще 3 евро, даже меньше. Ноги 86. 105 просто. Дорогу делать, идеально. 106 филе. Филе кусочки. Ой, привет. Нет. Слушай, ну как же так? Это все-таки мясо, а это все-таки... Скажите, Нат, ну это они любят. Это для них деликатес, да. Ну и вот смотрите, друзья, печенка 109. Это я не знаю, что... Удивительно, цена... А, это тоже лапы, но без кожи. Сережка, смотри, цена его грудка 106 и 109 печеночка. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Это желудки 82 и сердечко 50. Друзья, стейки новозеландские. Вот флаг новозеландский. И цена 292. Вот такой вот. За кусочек, да. За кусочек. Ну это не местная, это привозная. Это привозная. Здесь все вот это говядина. А вот говядина новозеландская. Ой, это лошадь. 1600 килограмм. И 950 килограмм новозеландской. 1650 килограмм. Видите как? И баранина здесь тоже, да. Баранина, говядина. Мясо, друзья, вообще... Можно выжать без каких-то других деликатесов. Мясо просто, вот видите, 219. Это стейки новозеландские стейки. Новозеландская говядина. Вот здесь даже показано, откуда вырезано. Слушайте, выбор мяса просто великолепен. Обалдеть. Колбаски разные. Бекончик. Бекончик. Смотрите, сразу на сковородочку. 69, 99. Ну тут много разных вкусностей, да. По которым мы соскучились. Сосиски, колбаса, разная абсолютно. Конечно, без всего этого можно жить. Но что делать, когда так сильно хочется? Пойдемте рыбу посмотрим. Что здесь у нас с рыбой? Креветки в сетке, друзья. 209 килограмм. Креветки такие вот. 265. Это, наверное, речные голубые. Довольно большие, да. Синие, речные, наверное. Идем дальше. Рыба. Что у нас по рыбе? О, здесь какие-то. 95, смотрите, что за рыба, даже не знаю. Уже разделанная. Кальмары 110, 119. Это вот осьминоги 152. Друзья, баты, лиры одинаково. Осьминоги 152 бата килограмм. Ну это вкуснее. Это тоже вот. Давайте, что по рыбе у нас. Я не знаю, что это за рыба. 145. Просто цены. Да, любители. Такая маленькая рыбка. 99. Тилапия 75. Это я знаю, что. А вот этот. Том Сэпп и Санская кухня готовятся. Вот они, эти вкусняги, да, в трящике 174. Такой бульон вкусный. Но это запекать, посмотри, ребра. 209. Да, сделать их в барбекю соусе. Просто великолепно. С ленина у нас разное интересное филе 141. Здесь косточки, ребят, 65. Для бульона, да. И рульки для холодца. Или просто в духовку. Запихать в духовке. Очень вкусно. А вот здесь, друзья, 132. Здесь так холодно, холодит. Разобрали фарш. И 146. Прямо отличные. Потушить с овощами просто идеально. Типа... Это филе внутреннее. 154, да. Цены вообще, я не понимаю, что делать. 141 бат или лира. Ну, вы представляете цены? Ну, в 4-5 раз дешевле получается. Ну, хотя свинины нету. И вот они так упаковывают. Маленькие есть. 400 грамм. Тоже 400 грамм поплотная такая. Знаете, в чем фишка? Сейчас покажем. Здесь можно взять, допустим, взяли креветки, взяли вот рыбу целую. И вот в середине вам ее взвесит и могут здесь же приготовить. Просто говорят, сколько время пойдет. Допустим, там 20 минут, 30 минут. Вы просто гуляете по магазину. Мара вот вам приготовят. То есть можно его выйти, сесть где-то и съесть. Посмотрите, филе. Уже хоп-хоп. Просто или дома. Филе, смотрите, какое красивое филе. 159. Вот кальмар. А, вот. Ну, кальмар так подороже. 550 килограмм. Можно взять куски, они дешевлеют. Какая-то рыба, не знаю, что за рыба некрасивая. 69. Лицом селедка, да? Да. Ну, короче, много чего интересного тут найти. Магазин просто бесподобный. Огромный. И вот то, что готовят, это вообще классно. Пойдемте найдем, где это делают, посмотрим. И расстрадались по чипсам. Все, чипсы ищут. Ну, понимаете, это не чипсы. Здесь 10 пакетов разного, со вкусом вот гвида, перченые, водоросли. Ну, короче, жизнь кайфур. Кайфур. А вот это вот мясо очень вкусное. Мы такое ели. Это вот такие кусочки в меде прямо. И колбаска копченая вот такая вот с жирком, сыром. И с хрюшки. Да, все это хрюшка. Еще раз хрюшки. Ой, короче, сумасойте. Здесь, друзья, у нас овощной отдел, овощи, фрукты. Давайте по овощам пройдемся. Вот, кстати, чипсы картофельные. Смотрите, как сделано. Так, лук 59, перец 90. Такой вот лук маленький, 109. Вот тебе взять домой перец такой, перемолоть. Ну, это никому не интересует. Брокколи, друзья, 115 килограмм. Такая капуста 129 килограмм. Зелени много. Так можно все не показывать, наверное. Неинтересно, да. Я не буду перечислять, если видите. Вот зелень 60, помидорки 60, огурчики. Они, вот, кстати, это тайские помидорки. Они выглядят страшненькими. Но они сладкие. Но внутри, да, они очень хорошие. Я люблю этот салат. Вот зелень, друзья, 100, 120, 100, 325, 300, я не знаю. Это за килограмм, друзья. А вот папайя. Не за пучок, это цена за килограмм. Вам взвесен. То есть экзотика, это яблоки, друзья. Они здесь не растут. Вот яблоки привозные, 59, 79. Это груша, яблоки. Такое все. Киви. Киви большие по 35. Это желтые киви, очень вкусные, новозеландские. Друзья, 99 авокадо. Сетка авокадо, 99 батов. Ну или лир. Виноград. Корейский, большой. Теперь мы знаем, что это виноград. И обыкновенный наш. А 189 виноград этот вот. Килограмм, да. Есть, друзья, нарезочки пошли. Сколько колбаски всякой. О, много. Много разные колбаски. Бекон. Да, привет, дорогой. И готовые блюда, друзья. Вот пожаренные, сваренные. Теплые. Подогретые, теплые все. Вот плиты здесь они вам приготовят. Подписчики, короче, которых мы встретили, не искали, что они когда креветки купили, отдались готовить. Они сказали, что 30 минут надо погулять. Вот они пока гуляли. Сыры, друзья, сыры. Не знаю, я цены не буду. Просто нарезки колбас какие. М-м-м. Еще только нет. Друзья, креветки. Это заморозка. Замороженные. 199 бат. Вот такие креветки. Здесь 199 бат. Это 239. Посмотрите, какая красота. И там вообще невероятное множество. Тут, друзья, смотрите. 99 килограмм. Здесь так вот красиво уложены. Вообще заморозки просто неимоверное множество. Разные рыбы, всего. Сцены. Вон там видно. Это здесь крабовое мясо, пельмени какие-то. Не, это все рыбное что-то. Вот заморозка. Чищенные креветки. 389. Королевские, большие. 69. Октапусы. Маленькие. Бэйби. В общем, слушай, что ты впечатлена? Короче, даже, да, заморозку довезешь в жаркую погоду. Как раз, домороз и готово. Слушайте, да, круто. Молодцы, тайцы. Ну, тоже, пожалуйста, вам. Вот наши турецкие. Турецкие, да. Ой, ну они стоят гораздо дешевле. Они итальянские, друзья. Итальянские. 180, 195, 190, 200, 255, это помидоры вяленые. О, я знаю, которые я покупаю. 320 лир оливки, да. Здесь 180, 195. А здесь микс даже есть, ну вообще. Тоже упакован, пожалуйста, фарш. Вот этот, 400 грамм, 94. Вот эти кусочки мягкие. 153 бата, 810 грамм. Это тоже порк, такая его часть. 146 бать. А, ну вот эти вот, как мы дома привыкли, вот такие вот медальоны. Да, вот я делаю. Слушайте, какие цены. Это 195, вот этого, 93. Здесь полно, выбор большой, уже распасовано. Друзья, ну и алкоголь, куда же без него. Что, Ира, смотришь? Джинчик 40 градусов. Сейчас заплачу. 525. Разные корейские. Типа компотика. Ну, она крепкая, это компотик. Это сливовая, японская. Видите, все это японское, это же флажок. Вот моя полка, вот это. Можно и это. Вот цены. И вот это. 1205, ну тоже. Две бутылки 1629, 2 литров, 2 литра. Ну, там вот пойдем. Короче, не будем все показывать. Вот там вино, изобилие вина. Да, тут алкоголя вообще молит всякого. Мы, друзья, поднялись на второй этаж, а здесь детские разные развлечения и фудкорт большой. То есть мы идем в фудкорт, вот, ну, как везде. Отдаешь деньги, тебе дают карточку. Просто проходишь, смотришь, вот все. Есть на вывесках цены, смотри. Обратите внимание на цены, друзья, порция цен. Опять же, это то же самое лиры. Давай сначала пройдемся, посмотрим, что... Обратите внимание, это же 100 лир даже ничего не стоит. 60, 65. 100 бат. 100 бат, да, ну, и лиры, одно и то же. Здесь опять супы разные. Ну, вот, вот вся эта самая ценовая политика здесь хорошо. Леон, и наверху, и здесь, да, вот, 70. Я хочу вот супчик. Вот опять, видите, порции и цены. А вот 120 порция. Это утка. Вот так наглядно. Куриная. Вот супы. Это чикен грин карри суп. Ой, вообще 50. Пананг карри. Что-то, по-моему, они уже закончили, мы что-то припозднились. Походу, да. Хотя время 8. Ну, вы видите, цены все, в общем-то, на одном уровне. Выше они уже не будут. Много разных кухонь, вы выбираете, что хотите, и они вам готовят. Может, не ждать, что уже поздно. Может быть, они уже не сготовят нам ничего. Что-то так они быстро смотались, или мы так поздно. Друзья, к сожалению, 8 вечера, они в 8 закрываются. И смотрите, стейк из салмона 239, стейк из порк 99. Черный гамбургер черный, да. И вот такие стейки 79, 129. И гамбургер 379 черный. Но, к сожалению, друзья, все закрылось. Мы опоздали. Может, что-то есть до 8 не работает. Время без двух минут. Да, все показывает, закрылись. Видите, супчики. Захотели фаранги кушать, а во всем уже на диету. Правильно, кто после 8 кушает, мы сошли. Действительно. Пойдем внизу, внизу пончики. Пончики открыты, Ира. Не, ну и на улице кругом. Макаши только приезжают, только раскладывают. Здесь рядом рынок, да. И там все только начинается ночной рынок. Голодными не останемся. Здесь для детей, видите, разная комната. Можно взрослым кушать, детям. В игровой комнате, ну, тоже все закрывается. Ремонтировать будет. Пришли мы, друзья, в итоге на рынок. Вот это большой рынок Тепрая ночной. Здесь мы и покушаем. Самое вкусное. Мы, кстати, сколько-то лет назад, даже не помню, в каком-то было году. В 18-й реке. Мы здесь были, и мы уже, ну, были на этом рынке, кушали. Вот, кстати, пошли. Остались живы, все хорошо. Пошли лотки с едой. Вот видите, как много. Вот так вот тоже идете вдоль, смотрите, что нравится, выбираете и садитесь. Мы пойдем вот там, где мясо. Хочется мяса, рыбы. Давайте, друзья, посмотрим, что есть. И заодно я вам тоже покажу. Сразу не кидаться. Вот кальмарчики есть. Вот я кальмарчиком склоняюсь. Кальмар, смотрите, поменьше 70 бат, побольше 100 бат. Вот он здесь делает на гриле. Все их делает на огне. Можно взять вот по 20 бат. Такие кусочки кальмара. Вот эти вот вкусные. Можно взять 20 бат. Вот щупальцы. Интересно. Все вам сделают на гриле. Здесь, друзья, у нас сладкая. Вот такие вот типа блинов сладенькие готовятся. Они как с рисиком стакли. Да, очень сладкие, приятные. Вот они готовы, видите, есть. Идем дальше. Здесь у нас что-то все. Чикен, чикен скин, кожа. Я не понимаю. Масшерамс, это грибы, чикен тендон. В общем, и тоже, смотрите, 100 кальмар целиком. А вот рыбка, Ирина, любимая. Что-то, наверное, 160 бат. То есть 160, друзья, лир или бат, как угодно. Такая вот довольно большая рыба, видите. Она выглядит так страшно, как будто засушенная или опаленная, или в соли. Но она именно в соли. Внутри шкурку снимаете, и там белая. Мы возьмем пока. Моделается на углях. Видите, настоящие угли. Здесь с этой стороны вещи. Здесь маникюр. Да, тут же маникюр. Тут мой чикен тико масала. Кстати, вкусный чикен тико масала. Мне нравится чикен. А, и тут, по-моему, роти есть. И роти есть, да. Это такая индийская кухня. А, вот она роти. Гарлинг боттер. Нан, нан. Ну, а не роти, нан, они, да. Индийская кухня. Здесь вам делают разные, друзья, шейки. Цены зацените. Из авокадо шейк 59. Это, считай, его, вот пусть дай поел. Он жирный. Самый дорогой дуриан, смотрите, 139. Пусть он будет. Пусть он лежит. Я рассказывал уже, у нас было два раза. Мы пробовали дуриан, и два раза как-то нам... Ну, это нам не зашел. Не зашел, да. И дуриану ничего личного. Я говорю, может быть, мы неправильно ели. Мы его брали уже очищенный. Его надо... Смотрите, креветки в таком остром соусе. Его надо брать вот именно целиковый, чтобы вам его тут же чистили. Потому что, соприкасаясь с воздухом, начинает выделяться вот этот метан и запах. Смотрите, какая вкуснятина острая. Кто любит такой перчик, соус? Тут много чего интересного. То есть можно выбрать. Видите, они в пакеты с собой набирают. Люблю рынки. Это просто сказка. Здесь, знаете, рыбка, яички. Вот такая тайская вот кухня конкретно. Мы посмотрим что-нибудь еще. Здесь у нас рыбку пакуют. А что, уже тоже заканчивается? Я не понимаю. Местами как-то как-то... Здесь у нас кокос 40 бат, друзья. Кокос можно выпить. Мы его и выпьем. Здесь опять у нас смузи делают. Цены на смузи. Да, точно. А, вот это вот мангостики райс. Да-да. Андрею понравилось. Вот эти манго вкусные. И вот манго. И вот эти хорошие. Друзья, ананасы. Маленькие ананасы во льду лежат. Вот они почищены. Пакетик 65 бат. Вкусные, обалденки. 40 бат опять кокосы. Есть, друзья, маленькие штучки. Здесь по 10 бат они. Представляете, как дешево. Здесь у нас личинки. Это будущее. Много чего интересного. Кузнечики, саранча. Друзья, авокадо. Сок. Это настоящий авокадо. Да-да-да. Вы смотрите, какой он огромный. И сок из него. Мякоть. Здесь тоже, кстати, авокадо. Сосиски. Манго. А вот здесь, смотрите, вкусно. Здесь у нас осьминоги. И из гвиды. Смотрите, какая красота. Вот эти вот вкусные. По 100 бат. Все на гриле. Целиком, да. Друзья, вот здесь приятно. Ребра. Курочка целиком тоже очень вкусная. Она сделана на гриле. Вот в этих, вон, видите, чаны такие. И из толстой керамики. Там внизу угли. Их подвешивают прямо. Что ребра вот эти. Что курица. И она там делается на угле. Так, здесь у нас свининка жареная. Хрустящая. Здесь у нас, друзья, улитки. Вот острый соус и улиточки. Не знаю, я пробовал. Мне как-то так они не очень зашли, честно скажу. И вот беретесь, за столиком садитесь. Много чего интересного. Народу не так много. Креветки, друзья. 300 бат. Одна порция вот такая креветок. Большие довольно креветки. У нас лобстеры. 2000 бат. И вот она делает лобстеров. Смотрите, сколько мяса много, да? У лобстера. Здесь, друзья, свининка. Рыбка по 160. Рыба. Вкусная. Дальше у нас. Это гёдзы такие интересные. Чикен на креветке. Интересно. Свинина. Здесь у нас курочка. Печенка. И делается все эти на гриле. Интересно. Напитки разные. Много, много, много еды. Вон, по 30 бат напитки. Какие хоть вот эти вот модные напитки. Бабблс. Чай тайский тоже дается. Очень мне нравятся рынки. Слушайте, все это такое вкусное. Знаете, хочется попробовать одного, другого, третьего. Здесь что-то в кляре у нас. Креветки, сгвиды. Здесь тоже шашлычки маленькие. И здесь место, где можно сесть и все это съесть. Здесь у нас крупные и овощи. Друзья, здесь у нас сладкое. Кексы разные. Но это реально вкусно. Десерты. Здесь вот такие шашлычки из перепелиных яиц. С мясом, с икрой, с креветкой. Где мы наконец-то угнездились. Взяли мы что, папайя-салат. Взяли у нас кальмаровые лапы. И одну большую рыбу. Рис. Вот она такая. Тут рис к ней пришел. Зелень вот эту дали к рыбе. И соуса сейчас. И вот два соуса мы их сейчас должны вылить. Размотать. Да, мастера замотки. А это не рис, это лапша, Сереж. Ну, такая рыбка у нас будет. Здесь вот берете за эти столы, садитесь, любой стол выбираете и сидите кушаете. Ребята, мы поели. Так было вкусно. Ира, расскажи, как тебе? Ира ела рыбку свою. Как-то брала я у Сереги рыбу, он побежал, взял себе мясо, съела этих я, как бы, клешние кальмары. Да, тоже очень вкусные. Они в разном соусе. Прямо, когда они свежеприготовлены, они не резиновые, они прямо идеальные. Ну, и Серега нашел меня, наконец, здесь на рынке, в магазине мы нашли эти сушеные такие. Мы с Миланочкой их очень любим. Чипсы креветочные, друзья. А рынок начинает потихоньку закрываться. Я помню, сколько-то лет назад мы здесь были, тут было не протолкнуться. Слушай, ну, может, конечно, еще не сезон, только начало октября. И поэтому, да, туристов, кстати, мало. Местных очень много. Местные прям берут, но они берут такое все острое, вот понаблюдал. Такое прям жутко острое. Таких чаннов, только они знают, что там. Причем он подходит, у них там много-много вот этих тазиков. В них что-то коричневое, разный сост. Он подходит, он ему дает такой листик, бумажку. И там как бы написано, что. И он ему отмечает, что ему накрыть. Я видел, вот эта женщина рядом с нами сидела. Он ей принес, видел, черное яйцо? Розовое яйцо. Чистит, оно такого черного цвета. Это, знаете, называют тысячелетнее яйцо. Оно как-то закапывается в землю, ферментирует там. И потом вот превращается в такое черное. Мы не пробовали, но говорят, что не очень. А вот местные... Ну, ферментированные продукты вообще-то полезны. Мы же капусту любим, пашеную. Для нас он... Для нас, так. Для нас дуриан не подходит. Им это лакомство. Нет, дуриан многим подходит. Мы просто не пробовали свежечищенный. Все, друзья, мы уходим отсюда. И обещаем вернуться. Да, смотрите, какой потолок интересный. В фонариках все. Здесь еще соленья всякие остались. И рынок, видите, потихонечку начинает закрываться. Время 10. Удивительно, хоть он ночной, да? Ну, ночной он же не всю ночь работает. Он вот сколько-то здесь, видите, ногти делают. Вещи продают. Кто-то уже закрылся. Кто-то потихоньку начинает закрываться. Смороженое. Мы немножко прогуляемся. После еды надо немножко пройтись. Какой классный наряд для девочки молодой. Это ж сколько твоей девочки должно быть, чтобы она такой вершина носила. Это для девушки тайской. Для тайской девушки. Которой XS велико. Ну, здесь еще, видите, да, Диа. Тоже много платьев разных. Ну, короче, рынков много, Паттайи. Разных всяких. И еды, и вещевых. И, как правило, где одно, там и другое. Там сумки, видите, всякие, Шанели, Гуччи. Все, что хотите. Посмотри, какая Шанель интересная. По последней моде, Ира, видите, что-то увидела. Алло. Какую-то Гуччи. Смотри, какая интересная Шанель. Такой я у нас не видела там. Да, в Турции это нет. Интересно. Все, выходим мы обратно на Тепраю улицу. Еще немножко так пройдем влево по этому вещевому рынку. Он большой, довольно-таки длинный туда идет. Вот он еще не закрыт, я смотрю. Но народу очень мало, друзья, видите. Не сезон все-таки еще. Мы-то были, мы всегда ездили в январе. Январь, февраль. И народу всегда было просто здесь не протолкнуться в этих рядах. А сейчас, смотрите, я ряды снимаю, и довольно-таки пусто. И сразу, видите, массаж ног делают туристам. Ну, там мы вон зайдем в Севен, что-то попить надо купить. Футболку купил себе неплохую. Ну, вообще, вот баленсиаги... И все, смотрите, футболки, да, кстати, хотят тоже цены. Раз мы сегодня уже цены. Все футболки вообще по 250 и по 200. То есть 200 минимальная цена, 250 максимальная цена. Такие вот баленсиаги неплохие. Какие зайки красивые. Плотная ткань. Эти игры есть, полупрозрачная. Хорошее качество очень. В общем, взялся пульт-то и, друзья. Если вдруг у вас потерялся пульт, тут найдется любая модель телевизора и также кондиционера. Прикинь. Нравятся тайские рынки? Здесь еще только не увидишь. Ну, пожалуйста, пирсинг. Кто хочет себе в бровь. Ну, или куда угодно можно. Тут же вам, наверное, и сделают. Есть красивые, есть вообще такие, видите. Прямо бриллианты. Бренды наши все. Битоны. Тоже, да. Ну, тоже цены 250. Кученька, кученька да кучи. Куча да кучи. Мусиаги. И плотная ткань хорошая. Да, и такая плотная ткань хорошая. Очень качество, приятные материалы. Кстати, футболки, вот сколько я покупал в Таиланде футболок, они никакие не скатывались. Я некоторые вот эти, значит, такие с дедушкой, там, с Ганешем, я ношу до сих пор. Им, наверное, лет 10, но они мне очень нравятся. И вообще им ничего не сделать. Они не вытянулись, не скатались. Хотя куплены так же на рынке. Представляете? Есть обувь. Такая так себе. Ну, хотя можно выбрать любую. Опять майки. Вот такие специфические для металлистов. В общем, много товара. Я все показывать не буду. Часы, кружки, духи тоже. Тоже нижнее белье, женское, что угодно. И народу, видите, никого. Пусто. Я помню, мы были здесь еще, Аня, с нами была Дима. Она выбирала здесь линзы еще на глаза разных цветов. То есть народу было просто тьма. Но мы, я еще раз говорю, были январь-февраль. Сейчас просто не сидел. Смотрите, такие брюки Versace. Вау! Ну, тоже для любителей. Майки разные. Интересно. Ну, друзья, на турецкий рынок мы ходим. Вот вам тайский рынок. Ой, какие Versace. Я же говорил, Versace. Серьезно? Увидит, да? Брюки понравились. Видимо-невидимо. Выбираю не хочу. И брюки, друзья, цена 120 бат. Даже не хочешь, а просто надо взять, наверное. Только мерить никак, а я так не могу. А здесь вот, друзья, линзы, которые мы как-то много лет назад покупали. Линзы можно изменить цвет глаз. Можно их вообще, знаете, как кошачьи глаза. Или как у козы. Много. Вот они специальной жидкости. Очень огромный выбор всяких этих линз. Но это ведь корейская тема. Но они любители такого. А Ира все в штанах. Рассказывай, Ира, что нашла? Слушайте, такие красивые юбки, платья вверх. Посмотрите, какая милота просто. Девчонки, просто красота. Подделки под разные фирмы. Юбочки. Вот эти просто-просто красивые платья. Посмотри, какие наряды. Просто обалдеть. Но нужен определенный вес. Здесь тоже. А вот, посмотри, туфли ты вчера выбирала. Посмотри, здесь как ей красивые. Да. В магазине мы вчера таки не видели красивые. Посмотри. Выбирай, не хочу. Это просто красота. Посмотри. Все эти шлепанцы, друзья, 150 бат. Все, вот какие вы захотите, 150 бат. Там вот 250, 170, 200. Представляете, что такие сандалии, белые, наверху, стоили 200 лир у нас. Да никогда в жизни. Нет, нет. Даже тапки стоят дороже в Мигросе. На рынке цены, конечно, вообще, смотрите, носки 6 пар 100 бат. Это гольфики. Гольфики, Ира, говори. Нет, это носочки. Носочки зимний вариант до сих пор. И это... А за какие майки интересные тоже выбиты он. Да, это нет, это костюм. Там еще шортики внизу. Такие костюмы. Вот он, друзья, дуриан. Король фруктов. Надо брать, сказали, вот такой, целый. Ну вот, как сейчас мальчик защищает. Бат килограмм. Вот его надо брать целый. Он как лёжик у него в руке. Сразу, чтобы он его почистил вот так. И его сразу положил. Потому что, говорю, говорят, что вот он буквально с несколько минут соприкосновения с воздухом начинает выделять газ. Реакция происходит. Да, и он начинает издавать вот этот неприятный запах и вкус. А когда свежий, люди пробующие говорят, что похож крем-брюле. Но мы с Ирой, сколько они пробовали, нам напоминают жареный лук. Да, сладкий, жареный лук. С неприятным запахом. Жутко неприятный. Ну, привкус, да, такой. Ну, не мой, может быть. Надо еще попробовать разом. Два раза мы пытались. Но вот мы не брали... Надо дать третий шанс. Целый, свежий. Посмотрим. Здесь кошельки, ремни. Смотри, какая Шанель тема. У нас это все есть. Здесь Ира опять Шанель нашла. Ну, да, красивый костюмчик. Прямо такой приятный. Много разных платьев. Видите, они шьют так же, как в журналах. Они такие же платья обшивают. Также вот, пожалуйста, в корейских журналах такие же юбочки, костюмчики отшиты. Подделки делают. На Милану можно прямо одеть. Милану, Лизу с их фигурками. Да, делают прям реально крутые подделки. Ну, как сладенько спит уже. Ну, эти вечные майки, которые из года в год. Хорошо ходить, когда вот так вот нет никого, народа. Сейчас не жарко. Приятно идешь, рассматриваешь. Здесь опять же сумки пошли. Слушай, да, такие вот я тоже не видел у нас в Турции. Ну, они тут все, это, 350 бат. Они тут вообще все. У нас даже цен таких нет. 350 бат, у нас даже близко нет таких цен на сумки. То есть по 10 евро. То есть, да, 10 евро сумка. Кроссовки. Ну, все же, собирается. Ой, Серега, будешь нарядный ходить? Ира нашла, что нарядный. Ага, будешь нарядный ходить. Да, смотри, костюмы какие-то баскетбольные. Ну, и там просто есть не вычурные, просто черные, бежевые. Кстати, очень неплохо. И здесь, смотри. Да, вот эти тоже с длинным боком, с коротким. Ну, кто любит. Да. Погорячей, там, у Версачи. Ну, вот белый тоже отличный вариант. Много интересных вещей на рынке. Здесь трусики мужские и женские, шортики. И они разрешают мерить. Все можно мерить. Не белье, а вот эти футболки. Разрешают мерить. Ну, вот эти по 100 бат футболки с бульдогом. Потому что мы брали, видите. Здесь еще много новых футболок. Ты другого немножко брал в Вьетнаме. 100 бат. Представляете, 100 бат все футболки. Ну, вот такая барахолка. Тоже по 20, по 200. По 200 бат платье. Барахолка, да. Ну, в общем, не знаю. Интересно, неинтересно. Вот рубашка, как на тебе такая. Да, показывает рубашки. Довольный? В общем, не знаю, друзья. Интересно, неинтересно. Ну, раз мы ходим по турецкому рынку. Ну, вот вам тайский рынок, друзья. И тайские цены. Да, ничем не хуже. И цены отличные. Ну, всякие копчики. 79 бат. Там он платит 350 бат. 150, 100. Ну, цены просто. Ну, это некрасивое платье ты показал. Ну, какая разница. Я показываю просто цены. Красивые. Для кого-то они красивые, для кого-то красивые. Джинсовые. Окрасно. Джинсы всякие. Шорты, еще джинсы. Ну, эти, они уже складываются, собираются. Есть много разных костюмчиков, пошитых из журналов. Сумочки вот тебе для обеда. Да, нет, уже купил. Да, нет, уже купил. Тоже вот такие летние костюмчики. Шапки. Друзья, ну, выходим. Картины рисуют тоже, пожалуйста. Дружеские шаржи. Опять на штаны запала. Нет, это не штаны, Сереж. Это такой костюмчик, посмотрите. Это шелковые брюки, вставленный карман и такая кофточка. Очень ткань приятная, вообще шелковистая. Просто красота. А цена? Там он... Вообще это костюмчик Зара, прикиньте. Зара, да. А вон здесь много, смотрите, сколько пошитых у них. Видите, висит фотография из журнала. И, пожалуйста, пошитый костюмчик Диор. Пальтишко корейское. Цены совсем недорогие. Они как-то свой труд не особо оценят. Джинсы разные. Ну и все, мы выходим. Слушайте, ну, рынок реально пустой. Просто не сезонный. Сезон здесь очень много. Ходит туристов. Он подальше. Мы сейчас как бы это подальше от моря. Это улица Топрая. В сторону Сухумита. Между Сухумитом и Секонд Роуд. А здесь вот эти вот ряды, помню, еще все обувь. Обувь, обувь, кроссовки много. Они тоже же собираются. Слушай, у меня сейчас зародился комплекс неполноценности на этом рынке. Я чувствую себя каким-то Кинг-Конгом, блин. Знаешь, как с другой планеты. Динозавр такой, жиробас. Не, ну здесь же... Девчонки меряют, юбочки еще просят поменьше. Я прямо выскочила оттуда. Да что ж такое-то. Прямо комплекс зародился. Зачем я ела эту рыбу сейчас и все. Но они другая порода, Ира. Так же корейцы. Ну, говори еще что-нибудь, меня это не успокоило. Много разных кроссовок. Не знаю, сколько стоит. Небудь правильно, собираются. Они уже собирают, уже выкидывают. Цены не видно, но... Я думаю, недорого. Здесь все недорого. Не ценят они как-то свой труд. Сильно. Ну, модели можно разные найти, друзья. Видно, он собирается на ценность 500. 500 батов, друзья. Все кроссовки, любые, какие хотите. Все одной цены. 500 бат. Вот везде висит. Считайте сами. 500 бат или 500 лир. Все сейчас одинаково. Дело неплохо. Я покупал, кстати, носил пару сезонов. Ничего. Здесь у него баланс. Какие симпатичные есть. Слушайте, кроссовки прям для детей хорошие. Не надо завязывать здесь это, заматывать. Не надо шнурки, ничего. Прям идеальные. 500 бат. Да. Красивые кроссовки, да, кстати. И удобно очень смеяться. Удобно детям раз-раз быстро. Симпатичные, кстати, это замш натуральной кожи. Очень даже. Да, у нас в Турции по 500 такого выбора вообще. Здесь нет такой цены, что вот она стоит 500, и она 500. Нет такой, что эти 500, эти 1000, эти 200. Все 500. Друзья, будем заканчивать на этом наше видео. Я думаю, всем понравилось сегодняшнее видео. Мы прошли по магазину. Показали вам цены на мясо. Ну, на все, что есть в магазине. Можно сравнивать. Обзором, на все, конечно, не охватить. Безусловно, и это не интересует. Так конкретно то, что нас вот интересовало, мы посмотрели. Мясо, рыба. Ну, и вот вещевой рынок прошли немножко, показали вам цены. Покушали, перекусили и показали цены. Так что давай, друзья, подписывайтесь. Дальше будет тоже много интересного. Подписывайтесь. Приезжайте в Таиланд. Сейчас как раз впереди хороший сезон. Море будет спокойное. Погода прекрасная. Так что, если у кого есть возможность отдохнуть... Встретили наших подписчиков, ребят. Вам привет, ребята. Очень были рады познакомиться лично. Долго стояли, болтали. Очень приятные, душевные ребята. Спасибо. Большое было здорово. В магазине, да. Всего вам наилучшего. Так что все, друзья. Подписывайтесь. И всем пока. Всех обнимаем. Всем мира, добра. До завтра. Удачи.